Акцент на социальную направленность. Глава государства Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию. Будь свободным от вредных привычек. В Заполярье в рамках комплексных мероприятий, приуроченных в Году здоровья, провели урок здоровых знаний для школьников. Вещь в обмен на доброе слово. В Ненецком аграрно-экономическом техникуме прошла дармарка. Мероприятие стало одним из этапов всероссийского экологического квеста. Первые выездные соревнования принесли в копилку наград воспитанницы Дворца спорта «Норд» серебряную медаль. Виталина Шестакова заняла второе место на первенстве России по пауэрлифтингу среди юношей и девушек. Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирина Никешина. Здравствуйте! Глава государства Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию. В частности, речь идет о соцподдержке граждан, в том числе пенсионеров и многодетных, снижении налогов и ставки по ипотеке, развитии медицины и образования, цифровизации, содействии бизнесу, а также о создании зеленых брендов и Национального космического центра. Всего в перечне поручений содержится 13 пунктов. Так, правительству до 10 апреля необходимо определить порядок обеспечения пенсионеров, по которому размер социальной доплаты не будет уменьшаться, даже если при индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты доход пенсионера превысил прожиточный минимум. При этом будет проведен перерасчет с 1 января 2019 года и выплата недополученного. С 1 июля будет увеличена до 10 тысяч рублей ежемесячная выплата по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с детства первой группы. Как и обещал, глава государства поручил помочь семьям, взявшим ипотеку выплаты из госказны 450 тысяч рублей в счет погашения кредита в случае рождения после 1 января 2019 года третьего или последующих детей. И поручил субсидировать процентную ставку до уровня 6% годовых по ипотеке семьям с двумя и более детьми на весь срок действия кредитов. Срок исполнения поручения 25 марта. С полным перечнем поручений можно ознакомиться на сайте Кремля. В конкурсе грантов инициативного бюджетирования участвуют 14 муниципальных образований Ненецкого округа. Всего на конкурс, объявленный Департаментом внутренней политики НАУ, поступило 21 заявление. Грантовые средства будут направлены на поддержку реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Напомню, каждый проект в рамках инициативного бюджетирования может получить финансирование из окружного бюджета на сумму до 1 миллиона рублей. От сельских поселений и поселка Искателей на конкурс принималось не более двух заявок, от города Наринмара не более четырех. По условиям конкурса участие в нем принимают следующие направления проектов. Уличное освещение, благоустройство улиц, дворов, площадей, набережных и других территорий, озеленение, создание автостоянок, создание и ремонт детских площадок, мест массового отдыха, содержание мест захоронения, обустройство контейнерных площадок и мест складирования ТКО. Из окружного бюджета каждый проект может быть профинансирован в объеме не более 89% от необходимых затрат. Доля муниципального образования должна составлять не менее 10% соответственно. Граждан, предпринимателей и юридических лиц не менее 1%. При этом каждый вклад жителей в реализацию инициативы предусматривается в различных формах, в том числе и трудовым участием. Проект ликвидации экологического ущерба в Амдрюме разработают повторно. Как пояснили в Департаменте природных ресурсов, экологии ИАП и Канао, контракт с предыдущим подрядчиком, Государственным океанографическим институтом имени Зубова, расторгнут из-за некачественно выполненной работы. Контракт был заключен с этим подрядчиком в 2018 году по итогам торгов. В сентябре прошлого года подрядчик провел обследование территории поселка и после этого приступил к разработке проектной документации. Однако в конечном итоге из-за некачественной работы контракт был расторгнут. В эти дни Управление государственного заказа НАУ вновь проводит торги на выполнение разработки проектов ликвидации накопленного экологического вреда в Амдрюме. Начальная максимальная цена контракта составляет 6,5 миллионов рублей. Средства предусмотрены в бюджете региона. Итоги конкурса будут подведены 27 марта, а работу подрядчик должен будет завершить не позднее 7 октября. Напомню, в прошлом году территория поселка и акватории соседних водоемов приказа Минприроды включены в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. 305 11-классников приняли участие в написании итогового сочинения в Ненецком округе. 304 из них писали сочинения, один изложение. По итогам, которые подвели в Центре развития образования, за отчет получили 281 школьник. Кроме того, во время круглого стола с участием педагогов окружных школ в Центре развития образования обсудили общую готовность выпускников к сдаче ЕГЭ. Самой популярной для написания сочинения в этом учебном году стала тема «Всякая ли мечта достойна человека?». Ее выбрали почти 40% выпускников. Объем сочинения составляет 250 слов. 99% школьников с этим критерием за отведенные на испытание почти 4 часа справились. «Есть исключительно грамотные молодые люди, есть ребята, которым русский язык трудно дается, поэтому при отсутствии орфографической зоркости они, конечно же, допускают большее количество ошибок, чем нам хотелось бы. Но есть ребята, которые, мы надеемся, успешно справятся, например, с ЕГЭ по русскому языку, потому что это не сплошная грамотность, а это еще и знание теоретических основ русского языка». Результатом итогового сочинения является зачет или незачет. На него влияют пять критериев. В соответствии теме – качество речи, композиция, аргументация и грамотность. Не справляются окружные школьники чаще всего с последним критерием. «Чаще всего встречаются ошибки грамматические, которые связаны с построением предложения, с согласованием слов в предложении. Как всегда, часто встречаются ошибки на правописании гласных корняк слова, как это ни странно. Но это тоже для ребят оказывается сложным». Как считают педагоги, написание итогового сочинения в 11-м классе – это не только допуск к сдаче ЕГЭ, но и развитие у школьников речевой культуры и стимул к чтению. В Нинецкой центральной библиотеке в преддверии итоговых проверок знаний провели анкетирование среди выпускников, что читают современные подростки. «Действительно, наши современные школьники читают. Конечно, сейчас увеличилось количество школьников, которые читают с электронных носителей. Но дети, особенно девочки, предпочитают читать и с бумажных, печатных носителей. Дети читают разную литературу. В основном это программные произведения и фантастическую, приключенческую литературу, веселые и смешные рассказы». В Нинецком округе итоговое сочинение по русскому языку в этом учебном году написали 305 11-классников. Один ученик писал изложение. 281 выпускник получил зачет. У остальных есть возможность пересдачи. Александр Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ» родителями примут участие порядка 20 жителей округа. Экзамен состоится в Наринмаре 2 марта на базе школы номер 2. Организаторы рассчитывают, что пройдя испытания, родители помогут своим детям снизить уровень психологической напряженности в период подготовки и прохождения ЕГЭ. Предыдущие два года родителям выпускников была предоставлена возможность сдать экзамен по русскому языку. В 2019 году пробный ЕГЭ пройдет по математике. Задания будут представлены в день написания экзамена. Испытание начнется в 11 часов утра. В профильном департаменте пояснили, что участники пройдут через все процедуры экзамена – регистрацию, заполнение бланков. Экзаменационные задания будут напечатаны и обработаны непосредственно в пункте проведения экзамена. В ходе выполнения самой работы участникам акции предстоит решить ряд заданий, составленных по аналогии с теми, что будут на ЕГЭ 2019. Будь свободным от вредных привычек. В Заполярье в рамках комплексных мероприятий, приуроченных к году здоровья, провели урок здоровых знаний для школьников. Ребятам рассказали о пагубном влиянии табака и алкоголя. Девятиклассник Павел Пашкин занимается спортом и пропагандирует здоровый образ жизни. О вреде курения знает многое. Именно поэтому и советует всем знакомым отказаться от пагубной привычки. В принципе, тут все ясно. То есть, если человек курит, это зависит, в первую очередь, от его воспитания, от того, какой образ жизни он ведет в целом. За здоровый образ жизни и Екатерина Грушихина. Школьница не раз смотрела различные телепередачи о вреде табака. Как признается девочка, подобные лекции очень даже полезны. И проводить их надо не только в старших, но и в средних классах. Они будут поучительны. То есть, для детей, которые будут еще немного помладше, потому что они же берут со взрослых пример некоторых и думают, что это для них как-то повлияет с хорошей стороны, но на самом деле нет. Доказано. Дети копируют взрослых во всем. Особенно хорошо усваиваются вредные привычки. Одна из самых пагубных – курение. Чем же она опасна? При попадании дыма в легкие все ткани и органы курильщика испытывают недостаток кислорода. Сосуды сужаются, и кровь наполняется углекислым газом. Доказанный факт – в сигарете содержится более 4000 химических соединений. Из них более 50 опасны и могут вызвать смертельные болезни. В состав дыма входит более 50 химических соединений, вызывающих рак. Под их влиянием происходят изменения в гортане. Появляются опухоли. Что ты знаешь о курении? Как относишься к процессу потребления? На эти и многие другие вопросы ребятам предложили ответить в анонимной анкете. На вопрос, хотели ли бы вы, чтобы ваши будущие дети курили, однозначно все ответили – нет. Следующий вопрос идет. Что нужно делать, чтобы ваши будущие дети никогда не закурили? Кто-то пишет – не курить и не пробовать, не подавать пример, объяснять им, воспитывать их правильно и так далее. Но большинство все-таки говорит – взрослым не подавать пример. То есть пример взрослых, особенно родителей, для подростков очень значим. Урок здоровых знаний приурочен Году здоровья в Ненецком округе. Лекции проходят в формате дискуссий. Медики рассказывают школьникам о вреде употребления табака, алкоголя и влиянии их на организм человека. Профилактические уроки проведут во всех общеобразовательных учреждениях. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Подарить вторую жизнь вещам решили студенты Ненецкого аграрно-экономического техникума. Сегодня в учебном заведении прошла дармарка. Она является частью всероссийского экологического квеста, в котором команда студентов принимает непосредственное участие. Обо всем по порядку расскажем в нашем следующем сюжете. Дармарка – это та же ярмарка, но немного в другом формате. Здесь получить понравившуюся вещь можно, обменяв на другую или оставив пожелание ее владельцу. Такой формат мероприятия студентам на ЭД пришелся по душе. С пустыми руками уйти было просто невозможно. Книги, одежда, посуда и другие предметы быта сегодня получили вторую жизнь. Одно в коллекцию, другое на пользование. Дармарка – это одно из испытаний Всероссийского экологического квеста, организованного Всемирным фондом дикой природы для студентов среднего профессионального образования. Наша ключевая аудитория – это студенты СПО. Причина проста. Очень много программ у нас для школьников и очень много программ для образовательных организаций высших учебных заведений. И мало для СПО. Это такой онлайн-интерактивный квест, который позволяет ребятам проявить свои способности, где-то какое-то творчество, увлекательные задания, которые они могут выполнять и между собой соревноваться. Ну и квест, он работает во всей стране. То есть они соревнуются не просто здесь у нас где-то в Наринмаре, а они соревнуются с каждым регионом страны, в котором есть такие же ребята. От нашего региона во Всероссийском экологическом квесте участвует команда из десяти студентов Ненецкого аграрно-экономического техникума. Наша команда состоит из десяти студентов. Это студенты одной группы управления качеством продукции процессов и услуг по отраслям. Это новая специальность в нашем техникуме. Ребята первого курса. На самом деле для участия в квесте у нас осуществлялся отбор претендентов, то есть был конкурс на набор команды. Мы выбирали самых активных и тех, кто действительно проявляет какие-то свои качества. Участница команды НАЭТ Анастасия Кривда радостно сообщает. Сейчас они находятся на шестом месте и имеют все шансы на победу. А это значит, что могут выиграть поездку в Москву. Там будет, то есть в Москву мы поедем на три дня, там будут эти же вебинары, семинары и три дня в крупных, в мини-стажировках крупных компаний. То есть ты хочешь уходить в свое будущее, если голоднее? Ну да. Впереди у команды НАЭТ новые испытания в рамках экологического квеста. Его итоги станут известны в апреле этого года. Ирина Никешина, Антон Бодряков, Телеканал «Север». 14-летняя воспитанница Дворца спорта «Норд» Виталина Шестакова завоевала серебряную медаль на соревнованиях всероссийского уровня. С 18 по 22 февраля в Екатеринбурге прошли чемпионаты и первенство России по пауэрлифтингу среди юношей и девушек, где юная спортсменка из Наринмара представляла Ненецкий округ. Подробности в нашем следующем сюжете. Сначала мне было страшно, но когда сказали, что я второе место заняла, я очень была счастлива. Виталина Шестакова занимается пауэрлифтингом второй год подряд. Тренируется под руководством опытных наставников Валерия и Елены Мартыновых. Благодаря им, а также своей целеустремленности и самоотдаче, юная спортсменка сумела достойно выступить на соревнованиях всероссийского уровня, заняв второе место и улучшив свой личный рекорд в жиме лежа, подняв штангу весом 75 килограмм. Добавлю, что для Виталина это был первый опыт выездных соревнований. Все-таки хотела первое место, но прошло так. В следующий раз будет первое. Выступила очень достойно, очень такая целеустремленная девочка. Ей всего 14 лет, а уже она показала очень хорошие результаты, как я уже говорил. Заняла второе место на первенстве России. И по принципу отбора Федерации пауэрлифтинга России, если спортсмен занимает первое, второе, третье место, то они принимают участие на чемпионатах и первенствах Европы и мира. И получается, заняв второе место, у нас Виталина отобралась на чемпионат Европы, который будет в октябре месяце. Говоря о своих планах на будущее, Виталина признается. К 18 годам хочет получить звание мастера спорта и делает все, чтобы ее мечта обязательно осуществилась. И в этом ей помогут тренеры. Тем более, что опыт подготовки будущих чемпионов у них есть. У нас уже есть и победитель первенства мира, это Масеева Анастасия. Потом серебряный и бронзовый призер первенства мира, это моя дочь Анастасия. Потом у нас очень много ребят, которые выполнили кандидатов в мастера спорта. Есть у нас и мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу. По словам Валерия Мартынова, пауэрлифтинг, как и тяжелая атлетика, могли бы получить в регионе дополнительные возможности. Для этого необходимо, чтобы эти виды спорта включили в перечень направлений спортивной подготовки. Ирина Никешина, Антон Водряков, Телеканал Север. Это все новости к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды.